Мой сегодняшний вебинар, в первую очередь, как я уже сказала, он посвящен начинающим трейдерам. Если вы новичок, если вы только пришли в трейдинг, если вы только узнали, что такое рынок Форекс, что такое торговля, возможно, вы узнали, услышали о компании Герчи Контко, вам стало интересно попробовать себя в роли трейдера, то этот вебинар для вас. Я хочу на этом вебинаре поделиться тем процессом становления трейдера, который я вижу, который я предлагаю людям, которые вращаются ко мне с помощью, с подсказками к обучению. И, как я уже сказала, методов анализа рынка очень много. Очень сложно новичку, особенно сейчас, с тем избытком информации, которая доступна, определиться, как куда идти, с чего начинать, куда двигаться, какие этапы становления трейдера существуют, что делать. В общем, многие заходят в тупик и не знают, что им делать дальше. И вот как раз для вас, уважаемые начинающие трейдеры, моя сегодняшняя встреча. Где-то я вам, знаете, ну, завидую, что вы новичок, что вы полны энергии, сил, надежд, ожиданий. Вы верите в то, что трейдинг вам принесет счастье, деньги, и что все будет хорошо, и это здорово. Вы полны энергии, и главное, эту энергию сейчас положительную, правильно инвестировать, правильным путем пойти, чтобы этот путь все-таки привел вас к нужным результатам. В первую очередь я вам хочу сказать, несмотря на то, что вы полны ожиданий, что вы полны сил, энергии и положительных эмоций в направлении трейдинга, я вам хочу сказать, что все-таки трейдинг – это очень серьезная работа. Это такая же профессия, как и все остальные профессии, как профессия врача, пилота, я не знаю, инженера, любого человека. Это, и знаете, более того, что эта работа не такая уж привлекательная по сравнению с другими. Это работа без фиксированной зарплаты, без фиксированного дохода. Это работа без стабильности, без оплачиваемых отпусков, без оплачиваемых больничных, без социального страхования, без карьерного роста и без премий. То есть на уровне с другими профессиями профессия трейдера выглядит, ну, признаюсь честно, они очень привлекательны. Вопрос в том, интересен ли вам сам процесс. Понятно, что у вас еще нет опытов как бы в этом самом процессе, да, но вот мысль, как минимум представление о том, как выглядит рабочий день трейдера, как выглядит сам процесс торговли с анализом графиков, с поиском точек входа, с оценкой разных методов, да, взглядов на рынок, с сравнением, с изучением, с исследованием. Вот этот вот процесс вам интересен или нет? Вот подумайте, пожалуйста, честно для себя ответьте, интересно или нет. Если да, если вам процесс интересен, супер, я вас поздравляю, я вас приветствую в числе трейдеров, я думаю, что у вас обязательно все получится, у вас выйдет стать трейдером, если вам интересен сам процесс. Если нет, если вы сюда пришли только для денег, в принципе, ну, такой вариант тоже возможен. То есть для вас трейдинг – это больше где-то игра, такое развлечение, просто поиграться, открывать сделки, повезет, не повезет. Но в этом случае ни о каком обучении, ни о каких стадиях становления трейдер речи быть не может, потому что в таком случае для вас трейдинг – это рулетка, тогда тут правит только удача, только случай. Но никаким образом не некая профессиональная подготовка, обучение трейдингу. Второй вопрос. Чего я хочу добиться, какие мои цели мечты в трейдинге? Вы пришли в эту сферу с какой-то целью, правильно? Ну, логично должно так быть. Подумайте над тем, кем вы хотите себя видеть через определенное время, как трейдера, через год, через два, через пять лет. Как вы себе представляете самого себя в трейдинге в будущем? Перед тем, как куда-то идти, нам нужно знать, куда мы идем. Если мы идем с точки А, у нас должна быть точка Б, куда мы направляемся. И так же и здесь. Представьте, кто вы через год. Например, вот сейчас начало года, 21 январь, и это хорошее время, чтобы действительно начинать что-то новое. Вот подумайте, что будет, если вы этот год посвятите трейдингу. Чего вы хотите добиться через год? Вот, кем вы будете в 2022 году? Реально, да, подумайте, помечтайте, поставьте себе цель. Какой вы трейдер, как вы торгуете, какой у вас доход, какой у вас депозит, как часто вы совершаете сделки? Пофантазируйте, представьте, поставьте себе цель, каким человеком хотели бы вы быть, и как, может быть, изменится ваша жизнь в результате занятия трейдингом. Подумайте над этим, поразмышляйте. Следующий вопрос. Готова ли я, готов ли я инвестировать время, энергию и деньги в трейдинг? Вы знаете, для того, чтобы добиться успеха в любой сфере, необходимо уделять этому время. Насколько я знаю, по статистике, там, 10 тысяч часов приведут тебя к профессионализму в той или иной области, чем ты занимаешься. Также здесь, помимо времени, также нужно инвестировать для получения результата в трейдинге деньги и энергию. Что такое энергия? Под энергией я подразумеваю где-то терпение ваше, где-то ваши силы воли, где-то умение преодолеть свою лень, свой страх, свои эмоции, выйти из зоны комфорта, потому что это новая сфера, ей нужно уделять время, свободное время, которое вы привычным образом проводили, там, каким-то своим, да, там, не знаю, просмотром фильмов, например. Сейчас вы это время должны уделять обучению трейдингу. И готовы ли вы выделить время, энергию и деньги для получения результата? Потому что без времени и без энергии, особенно на первых порах, вот этот элемент время, энергия, на первом месте вы должны обучиться вложить свою энергию для составления торговой системы. Готовы ли вы инвестировать в трейдинг? Итак, если все эти три вопроса имеют положительный ответ, это здорово, замечательно. У вас очень большие шансы добиться результатов, добиться успехов на финансовых рынках и стать трейдером, подготовить себя к трейдингу. Вы можете обучаться самостоятельно, вы можете найти себе наставника, учителя, который вас будет сопровождать, который вам будет помогать. Четвертый вопрос, на который вам нужно ответить. Как я буду обучаться? Я буду обучаться самостоятельно или я буду обучаться с учителем-наставником? Если мы вернемся к этой картинке, то вот эта лестница, по которой мы поднимаемся по пути становления трейдера, она может быть с поручнями, с перилами, а может быть и без. То есть если у вас есть эти поручни, это ваш учитель, это ваш наставник, ваш преподаватель, который дает вам некую безопасность на пути, поддержку, опору. И подниматься по такой лестнице более безопасно, чем подниматься по лестнице без поручней. Но, опять же, это выбор за вами, как вы хотите. Так как вы начинающий трейдер, так как вы новичок в этой области, я считаю необходимым вам рассказать, в чем отличия, в чем преимущества, в чем риски обучения самостоятельного и обучения с учителем, с наставником. Давайте их разберем по порядку. Начнем с самостоятельного обучения. Представим себе, вот как это все вообще начинается, да, вот как человек попадает в трейдинг. Представим себе трейдера, назовем его Семен Семенович. Он решил заниматься трейдингом, решил, принял решение стать трейдером. Как это произошло? Я не думаю, что эта идея ему приснилась во сне, да. Скорее всего, кто-то рассказал Семену Семеновичу о возможностях финансовых рынков, рассказал о том, что, слушай, тут можно заработать, классная тема, ты сидишь в интернете, торгуешь, зарабатываешь, получаешь дополнительный доход. Или же Семен Семенович нашел информацию в интернете о возможностях торговли на рынке Форекс, услышал по радио. В общем, каким-то одним из этих путей, да. И, в общем, поставил себе цель стать трейдером. Что происходит дальше? В общем, Семен Семенович решает, да, при самостоятельном обучении, он решает самостоятельно разобраться в этой теме. Что это такое? Как тут вообще все устроено? Залезет в интернет, как правило, там, скачивает книги, находит, подписывается, регистрируется на десяток бесплатных Форекс-вебинаров о том, как торговать на финансовых рынках, подключает какие-то курсы по трейдингу, в общем, мониторит информацию в свободном доступе, как правило, которая представлена, и начинает разбираться. Ну, обязательно, обязательно Семен Семенович создает себе на рабочем столе компьютера папку отдельную, она называется трейдинг или Форекс, или как-то так. Значит, в эту папочку он все себе скачивает, подписывается на бесплатный канал, я, причем, всю бесплатную информацию туда поскачивал, там же где-то десяток гигабайт информации обучающей по трейдингу. Но, как правило, Семен Семенович, он, может, один процент от этой информации попробовал, почитал, изучил, но решил для себя, что лучше найти какую-то торговую систему, вот, и по ней, собственно, копировать ее, да, или же, не знаю, купить робот какой-то, который сам торгует, сам зарабатывает. То есть, как правило, вот эта вся папка по трейдингу, она не обрабатывается, не изучается, и вот так она себе там лежит, как факт того, что я сделал, я собрал максимально много информации полезной по трейдингу. То есть, вот это вот пример, как бы, среднестатистического начинающего трейдера. В чем вообще преимущество такого подхода? Несмотря на то, что, как бы, есть определенные, да, нюансы, есть и преимущество самостоятельного обучения. В первую очередь, это, конечно же, гибкий график обучения. Вы изучаете трейдинг, когда вам удобно, в тот момент времени, когда вам, когда у вас на это есть возможность и время. Вы, ваше обучение подстраивается под ваш образ жизни, под вашу жизнь. Вы выбираете те знания, которые вам интересны, которые вам актуальны, которые вам понятны. Какую-то ненужную информацию по вашему мнению вы отбрасываете, которая вам не подходит, не откликается, вы ее пропускаете. Свобода выбора источника информации. Вы можете изучать разных трейдеров, их методики, переходить от одного к другому, проверять, смотреть, кто как что преподносит, какие у кого взгляды и методы анализа рынка. Ну и, конечно же, минимальные затраты на обучение. Как правило, самостоятельно те, кто учится, они используют в бесплатном доступе информацию. Ну или же какие-то минимальные расходы идут там на покупки книг каких-то или курсов обучающих. В общем, минимальные затраты. Помимо преимуществ, есть, конечно, и риски самостоятельного обучения. В первую очередь, это то, что ваша теоретическая база, которую вы, в первую очередь, да, теоретическую базу осваиваете, она очень разрознена. И, начиная изучать что-то одно, вы можете перейти абсолютно на другую тему, при этом не закончив предыдущую. Например, вы решили заняться волновым анализом, изучить теорию Эллиота, да, что-то пробуете, смотрите, например, видео на Ютубе, как работает эта система, как находить волны, какие соотношения и так далее. Тут выплывает вам видео, например, о паттернах Гартли, вы переключаетесь на паттернах Гартли, изучаете уже это, при этом волны не закончили, еще толком не разобравшись. То есть перескакиваете, нет целостности, нет единства, но группы знаний, они никак не связаны, не систематизированы. Второе, второй риск – это выборочное обучение, которое есть преимуществом, но также есть риском. Потому что, когда вы самостоятельно обучаетесь, вы обучаетесь только тому, что вам понятно. Некоторые темы, с которыми вы не смогли разобраться самостоятельно, вы их откидываете и забываете про них, в силу того, что собственных сил вам недостаточно для обработки этой информации. Хотя, возможно, эта тема, которую вы откинули, она была очень важна при торговле. Например, эта тема, например, риск менеджмент, да, ну, вы не можете понять, как ставить эти стопы и что с ними делать, как оценивать риски по сделкам, и вы решаете забыть эту тему, просто торговать. А на самом деле для успешной торговли это очень важно. Третий момент, третий риск самостоятельного обучения в том, что, конечно, для того, чтобы был результат, необходима недюжная сила воли и хорошая мотивация, чтобы систематически заниматься, в принципе, где-то скучным делом, да, изучением, где-то сложным. И нужна сила воли, дисциплина для того, чтобы после ошибок, после сложности, трудностей продолжать, продолжать возвращаться, продолжать заниматься, продолжать обучаться. Но, к сожалению, очень часто у начинающих трейдеров, я это знаю не понаслышке, очень часто при первых сложностях они забывают, оставляют эту тему, уходят с трейдинга и считают, что это им не по силам. Хотя первоначальный интерес был максимально высокий, но вот эти сложности в процессе обучения человека просто, ну, они стали сильнее него и побороли его. Человек ушел с трейдинга, к сожалению. И, конечно же, четвертый риск самостоятельного обучения в том, что отсутствует обратная связь, отсутствует ориентир. Нет того, кто будет вам где-то давать пинок, да, где-то подсказывать, где-то говорить, вы правильно делаете или вы неправильно делаете. Не будет трейдинг-тренера, учителя, и без этого человека сложно оценить правильность своих решений. А сейчас мы посмотрим на все преимущества и риски обучения именно трейдингу с наставником. Что, какие здесь есть нюансы, да? Ну, конечно же, первое – это то, что все риски обучения самостоятельного, они автоматически переходят в преимущество обучения с наставником. Во-первых, это систематичность знаний. Преподаватель, трейдинг-тренер, наставник, учитель, да, он дает вам группами информацию системно, целостно, с логикой, в тот момент, в который необходимо. Постепенно, порционно. Обратная связь с работой над ошибками. О чем мы уже говорили, конечно, вы можете проверять свои действия, правильно ли вы делаете или нет. Обязательно работая над ошибками. Когда мы не знаем своих ошибок, мы их не исправляем, а значит, мы не растем. Человек, который смотрит со стороны на наши действия, он видит эту ошибку, говорит нам об этой ошибке, мы ее исправляем и становимся на уровень выше. Это очень важно для достижения успеха в любой сфере, в том числе в трейдинге. Дальше. Поддержка информационная и моральная, которая обязательно предоставляет вам тот человек, которого вы выбрали в качестве своего трейдинг-трейнера. Ну и, конечно же, ответы на все вопросы. Вы знаете, обучение самостоятельное, оно все равно в процессе этого самостоятельного обучения, у трейдера, я думаю, кто уже пробует учиться самостоятельно, возникают какие-то вопросы, ответы на которые ты не можешь найти ни в интернете, ни в книжках. Ну вот у тебя вопрос возник, нет ответа почему-то на него нигде. И кому задать, кому узнать? Ответ этот очень важен. И как раз таки трейдер-наставник, он дает вам ответы на все ваши вопросы. Но, несмотря на всю красочность обучения составников, есть также и риски. Это субъективность учителя, потому что каждый человек, личность, да, со своим опытом, со своими взглядами субъективными где-то. То есть вы, когда выбираете себе наставника, учителя, трейдинг-тренера, он вам должен импонировать как человек в первую очередь. Ну и, конечно же, вы ему должны полностью доверять как профессионалу и слушать его, слышать его, довериться, довериться ему, доверить ему свою трейдерскую жизнь и свое трейдерское обучение. Ну и второй риск – не получилось ни моя вина. То есть, как правило, люди, которые обучаются у трейдинг-тренеров, у преподавателей по трейдингу, если у них что-то не получается, они ответственность перекладывают на учителя, якобы он что-то не так рассказал, не так объяснил. То есть человек не так берет, не настолько серьезно относится к своим результатам. Возможно, да, не всегда, но, как правило, возможно. То есть перекладывает ответственность на учителя. Вы знаете, на самом деле, вот вопрос наставничества, он был испокон веков, всегда есть и будет. Все профессионалы в той или иной сфере имеют тренера, имеют учителя. У них есть коуч, сейчас модное слово, наставник, который контролирует работу, контролирует результативность, успешность и помогает выйти на новый уровень. Как сказал Лобащевский, математик, что гением быть нельзя, кто им не родился, в этом искусство воспитателей – открыть гения, обогатить его познаниями и дать ему свободу следовать своим внушениям. Понимаете, наставник, как я уже сказала, он видит вас со стороны, и вы можете думать, что вы делаете все правильно, но на самом деле вы можете совершать ошибки, и только наставник помогает вам эти ошибки увидеть. Итак, общий итог, общий итог вот этого четвертого вопроса, где мы выбирали, как мы будем обучаться. Следующий. Учитель видит весь ваш путь, по которому вам надо пройти. Вы сейчас новичок, вы только делаете первые шаги. Вы не знаете, что вас ждет, потому что вы раньше не шли по этой дороге. Вы не знаете, что там. Но это знает человек, который прошел этот путь, и он знает, по какому пути вы тоже должны пройти. Без учителя возникает риск получения недостаточно качественного результата, уход в совершенно другую сторону и прочие ошибки. Это основной вывод, основная разница между самостоятельным обучением и между обучением с учителем. Я считаю, что этапы обучения трейдингу состоят из трех этапов. Первый этап – это базовое обучение трейдингу. Грубо говоря, это школьная программа. То есть вам, как начинающему трейдеру, по моему мнению, исходя из моего опыта, вам нужно пройти, и сначала полный базовый курс по трейдингу, на котором рассматриваются все методики, основные все методики анализа рынка, которые только есть. Где системно описаны основные методики money management, основные методики управления рисками. И где также рассказывается о фундаментальном анализе. То есть я сейчас более детально вам эту программу предоставлю, просто сейчас мы конкретно по этапам пройдемся. Почему важно начинать именно с базовой школьной программы, грубо говоря? Потому что эта основа – это фундамент. Это те знания, с которых должен начинать каждый трейдер, то есть ознакомиться со всем, что есть. Вот в школе, да, у нас физика, биология, математика, языки. Мы знакомимся со всеми направлениями и выбираем потом на втором этапе себе свое направление. Следующий этап – это специализированное обучение уже конкретно по какой-то торговой системе, по направлению. То есть некая уже университетская программа. То есть базовую школьную закончили, поступили в университет, изучаете детально, например, торговлю по уровням. То есть вам в результате базового обучения вы для себя определились, что вам вот уровни, они ближе всего. Вы понимаете их лучше, вам это нравится, вот анализ, оценка рынка по уровням, поддержка, сопротивление, да, вам это заходит, да, и вы на втором этапе уже идете на, примерно, обучение к Александру Михайловичу Герчику, где изучаете конкретно, как работать по уровням. То есть это специализированное направление конкретно по этому методу анализа рынка. Третий этап – повышение квалификации. То есть в трейдинге это выглядит как анализ своих сделок, оценка результативности своих сделок, работа над ошибками, корректировка системы, улучшение, внедрение нового чего-то для того, чтобы повысить результативность системы. Также это посещение разных мастер-классов, тренингов по форекс, по трейдингу, да, и так далее. Но начинать необходимо с базовой, базовой программы. Как эта программа, базовое обучение выглядит, по моему мнению, как она должна выглядеть у вас, у начинающего трейдера? С чем вы должны ознакомиться? Первое. Конечно же, вы должны понимать, что такое вообще финансовые рынки, что такое трейдинг, какие есть инструменты финансовые, какие есть платформы, что где торгуется, в чем особенности. Конечно, если вы выбрали мета-трейдер 4, если вы выбрали рынок форекс, и вам подходят эти инструменты, вы изучаете детально мета-трейдер 4, как с ним работать, где что, какие функции, какие возможности. Вы изучаете механику торговли, как совершать сделки, какие есть типы возможностей совершения, открытия сделок. И, конечно же, основные методы анализа рынка, технические, с его линейно-графическим анализом, то есть уровни, тенденции, тренды, фигуры графического анализа, особенности формирования этих фигур, сигналы, которые они дают. Математический анализ, индикаторный анализ, то есть основные индикаторы, осцилляторы, которые есть возможность использовать, какие сигналы они дают, как они помогут. Анализ японских свечей, какие есть конфигурации японских свечей. Волны Эллиота, какая волновая структура, как она работает, какие сигналы дает. Уровни Фибоначчи, паттерны Гартли, виллы Эндриса – это составляющие, по моему мнению, базового обучения технического анализа. Дальше, фундаментальный анализ. Очень важно, может быть, вы не экономист, может быть, вы вообще не понимаете, не хотите изучать эти все новости, ослеживать, но это надо сделать, потому что это базовое обучение. И обязательно вы должны знать, какие есть основные, как минимум, новости, как они влияют. Оценивать график не только в плане технического анализа, но еще понимать перспективы этого графика в плане экономических каких-то влияний вот по этому инструменту. Ну и, конечно же, анализ рыночных объемов, как реально рыночные объемы могут давать, какие сигналы могут давать, что показывают. И, помимо этого, методы управления капиталом рисками, где ставить стопы, тейк-профиты, какие есть вообще правила, разные подходы к установке стопов. Это процент риска или же это фиксированный какой-то стоп, или же это сумма риска, которую вы ставите. В общем, разные-разные методы все. Шестое – психологические особенности торговли, управления эмоциями. 60% успеха в трейдинге. Это психология. Обязательно в программе базового обучения должна быть эта тема. Ну и, конечно же, в результате базового обучения вы, как трейдер, составляете свою торговую систему, куда входят те элементы методов, те методы анализа рынка, которые вам больше всего приглянулись, которые вам больше всего понравились. Это ваша основа, ну, такая как бы базовое обучение, базовая торговая система, от которой вы будете дальше двигаться на следующий этап. Вот это программа базового обучения, по моему мнению. Главная цель базового обучения – научить думать в трехмерном пространстве, а не научить думать каким-то определенным образом. Вам, как новичку, надо понимать сначала все возможности, посмотреть на график со стороны Эллиота, как он волны рисует, ну, какие есть волны, какие есть на графику волны, посмотреть на этот же график со стороны свечного анализа, какие есть конфигурации, потом посмотреть на него уровни, что показывают, посмотреть, какие есть паттерны на данный момент. То есть с разных сторон посмотреть на одну и ту же, на один и тот же график, научиться с разных сторон подходить к проблеме и принимать решения в этом случае. А не начинать с того, что учиться думать в каком-то определенном образом. То есть если вы, например, пришли как новичок в трейдинг, да, и сразу вы начинаете изучать систему по Эллиоту, при этом не зная всех остальных методов анализа. То есть я, например, я считаю, что я против такого, что человек приходит и сразу начинает детально изучать какую-то систему, копируя методы анализа рынка по конкретному направлению. Я считаю, что это второй этап. Когда он изучил все методы, выбрав для себя одно, но при этом, зная основы всех, да, выбрал для себя волны, например, и пошел изучать волновой анализ более конкретно, более специализированный. Знаете, это то же самое, что ребенка отправить сразу в университет. То есть он еще толком не знает табличку умножения, не умеет читать, писать, и вы его сразу отправили уже в университет изучать там какую-то специальность. Нет, сначала база, потом уже специализация более детальная. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!